В сосудистый центр центральной клинической больницы всё чаще обращаются не только пациенты, которым уже за 90 лет, но люди совсем молодые. Внезапно отказывает рука или нога, появляется асимметрия лица. В такой ситуации важно сразу же отличить инсульт от иной патологии головного мозга. Компьютерная томография позволит тщательно рассмотреть сосуды и определить, какой из них закрылся и перестал функционировать. Каков характер острого нарушения мозгового кровообращения и его масштабы? Генетический анализ крови даёт возможность окончательно определиться с методом лечения, который восстановит кровоснабжение головного мозга. После тщательной диагностики больной поступает либо в отделение нейрореанимации, где проходит лечение методом системного тромболизиса, проще говоря, тромб растворяют, либо тромб удаляется из сосуда эндоваскулярным методом. Под местной анестезией в области бедра пациента делается прокол 3-4 мм, и в сосуд вводится катетер, через который в кровь впрыскивают рентгеноконтрастное вещество. В тот же момент проводят серию рентгеновских снимков. Положение катетера и состояние сосудов пациента транслируется на экраны мониторов. Катетер достигает места образования тромба, захватывает его и выводится вместе с тромбом через то же отверстие в бедре наружу. После стабилизации состояния пациента его переводят в отделение неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, где уточняются причины возникновения инсульта. Затем начинается ранняя реабилитация. Неврологический дефицит вызван гибелью клеток головного мозга, и врачи пытаются переадресовать утраченные функции сохранившимся клеткам. Бригада специалистов разного профиля и использование специального оборудования позволяет за короткий срок восстановить у пациентов движение конечностей и мелкую моторику, вернуть людей к нормальной жизни. Важно помнить, что если больной поступает в первые 4-6 часов после появления признаков инсульта, то инсульта можно избежать. И только профессиональная медицинская помощь поможет спасти жизнь и минимизировать риск необратимых изменений головного мозга. Мы ценим каждого больного.